Здравствуйте, мир! Мы, Анонимы. 6 апреля 2017 года, в день столетия вступления Америки в Первую мировую войну, Дональд Трамп начал воздушные атаки против сирийского правительства. В отместку за газовую атаку, предположительно совершенную Асадом. Никакого расследования, даже взлома не было, как в 2003 году. Доказательства, которые мы имеем, противоречат официальной истории и ставке, на этот раз намного выше. Прежде чем пыль улеглась, Трамп обратился к Азии. Применив тактику запугивания в отношении Северной Кореи, вражающий режим Кинчанына, практически и без того небезопасный, может сделать что-то глупое. И в этом вся суть. Спровоцировать ответ, а затем сыграть жертву. Если он не может получить конфликт старым способом, он может просто накалить его. Но Трамп заключил сделку с теневым правительством, а также с неоргелиберальными, мелоконсервативными и корпоративным союзом. И теперь они получат свой конфликт обратно. Пока у них есть война, все счастливы. Не ошибайтесь, это только начало. Ожидайте неожиданного в Южно-Китайском море, Иране, Восточной Европе и в тылу. Занавес цирка опускается, но Дональд Трамп покажет нам шоу. Трамп не просто флиртует с Третьей мировой войной. Он приглашает ее. Он хочет, чтобы все знали, что он достаточно безумен, чтобы нажать на курок. Он думает, что это поможет ему скрутить руки и заставить больших мальчиков вести переговоры. Но это не сделка с недвижимостью, и это не туз в рукаве. Никто не выиграет от ядерной войны. Всего 300 российских воековолок, запущенных в Соединенные Штаты, это где-то от 75 до 100 миллионов человек, погибшими в первые полчаса. Большая часть инфраструктуры, необходимой для поддержания населения, была бы мгновенно разрушена. Система связи, больницы, транспорт, электростанции и так далее. Те, кого не убил первый взрыв, в ближайшие месяцы умерли от воздействия радиационного отравления, голодания, болезней. И это только верхушка айсберга. Даже меньший ядерный конфликт, включающий в себя только 50-100 боеголовок размера Хиросимы, выбросит 5 миллионов тонн мусора в верхнюю атмосферу, что вызовет катастрофические, глобальные температурные аномалии, скрытив количество осадков во всем мире на протяжении десятилетий, опустошая сельское хозяйство и вызвав массовое голодание в глобальном масштабе. Это не тот мир, в котором вы хотели бы воспитывать детей. Власти хотят перевернуть игровое поле, переписать историю и начать все заново. Они думают, что вы слишком глупые, слишком отвлекаетесь, слишком легко манипулируемы эмоциональными банальностями, чтобы изучать доказательства. Для Асада это было совершенно нелогично использовать химическое оружие на данном этапе конфликта. Им нечего было выигрывать от этого, и было что проигрывать. Сирийская армия имела явное преимущество на данном этапе с помощью обычных средств и поддержки России, что придало им чрезвычайно-насильную оппозицию в переговорах, которые были запланированы на следующий день, 7 апреля. Асаду нужно быть полным идиотом, чтобы сделать что-то подобное. Тогда как есть факт, что у Асады фактически нет такого оружия. По данному организации, по запрещению химического оружия, последнее из химического оружия Сирии было сдано на уничтожение в 2014 году. И Джон Керри подтвердил эту оценку. Но Асад раньше использовал химическое оружие. В самом деле, когда? Согласно исследованию, проведенному в США по поводу газовых атак 2013 года, как сообщает BBC, именно повстанцы использовали зарин, а не Асад. Абаба отступил в 2013 году, потому что повстанцы, которых поддерживали США, были пойманы, и мы привлекли их к ответственности. Как люди, мы выступили в 2013 году против этих авиаударов. Мы забили телефонные линии. Так как Конгресс приблизился к голосованию, мы не спрашивали разрешения. Мы ясно дали понять, что знаем их имена и адреса, и что они будут лично отвечать за последствия. Забавная вещь. Они отменили голосование. Обама отступил, и человечество временно отошло от пропусти. Сам Трамп высказывался против воздушных ударов в 2013 году. Он потребовал бы формального объявления войны Конгрессом, иначе это было неконституционным, подчеркнув, насколько глупым и разрушительным было такое решение. Даже за неделю до авиаударов администрация Трампа объявила, что Асад может остаться. Затем что-то пошло не так. Дональд Трамп превратил вооруженные силы США в военно-воздушные силы Аль-Каиды. Он играет в курицу с будущим человечеством. Он играет в кости с населением планеты. И это безумие двух партий. Неолиберальный. Корпоративный альянс, вышедший из уборной, показывающий отротительную солидарность, но не гонитание войны. Эти костюмы не заслуживают вашего послушания. Они даже не заслуживают вашего уважения. Это не их сила, а ваша. Вот почему они искусственно провоцируют и противопоставляют разные групповые идентичности друг другу. Метод разделяя ее властвую позволяет легко вас контролировать. Выбор, который мы делаем в течение следующих нескольких секунд истории человечества, огромный. Мы должны мыслить нестандартно, находить творческие способы нарушить цепочку послушания и послать бескомпромиссное сообщение «Отойдите, мистер Трамп». «Отойдите, мы анонимы, имя нам Легион. Мы не прощаем, мы не забываем, ждите нас». Примерно через 10 дней после 11 сентября я был в Пентагоне и встречался с министром Рамштолом и заместителем министра Луфа. Я спустился вниз, чтобы позорваться с рейтмическими где-то начальников штабов, которые раньше работали со мной. И один из генералов сказал мне зайти к нему. Он сказал, «Сэр, вы должны зайти на секунду и поговорить со мной». Я сказал, «Вы же очень заняты». Он сказал, «Нет-нет». Он сказал, что «Мы приняли решение, что начнем войну с Ираком». Это было 20 сентября или примерно тогда. Я спросил, «Мы будем воевать с Ираком?» «Зачем?» Он ответил, «Я уже не знаю». Он сказал, «Думаю, они еще не знают, что еще делать». И я тогда спросил, «Они что, нашли информацию, связывающуюся с Адамом и с Аль-Кейдой?» Он ответил, «Нет-нет». Он сказал, «В этом плане нет ничего нового. Они просто приняли решение начать войну с Ираком». Он сказал, «Думаю, это так, словно мы не знаем, что делать с террористами. Но у нас хорошая армия, и мы можем с ними от правительства». Я вернулся повидаться с ними несколько недель спустя. И к этому времени мы уже бомбили Афганистан. Я спросил, «Мы все еще собираемся воевать с Ираком?» И он ответил, «Даже хуже того». Он взял со своего рабочего стола бумагу и сказал, «Я только что получил сверху, то есть с кабинета министра обороны сегодня, это служебная записка, в которой описывается, как мы разбомбим 7 стран за 5 лет, начиная с Ирака, затем Сирию, Ливан, Ливию, Сомали, Судар и закончим Иран». «Ираком». 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 «Инша» «Ираком». «Рава-зв equivalent». «Ознаг段» «Ознаг these новин vào». «Ираком». «Этот размахом». и определенные принципы в републиканской партии. Вы взглядели с идеей политики. Теперь вы здесь на первой первой национальной конвенции. Это может быть вы интересен, возможно, в том, что вы взглядел? Вы должны сказать мне что-то. Кто сказал я взглядел? Я не знал, что я взглядел. Вы взглядели в полной книге в «Нью-Йорк Тайм» в том, что вы взглядели на вашей политике. Я очень сильно чувствую себя. Я люблю это страна. Вы становитесь в роли модели в этом стране. Реенея за что-то по-зболки, 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 по-зболки. Люди выглядят в развитии. Люди выглядят в качестве. Вы и вы. Вы можете определить, но люди говорили о Donald Trump как президент. Они действительно говорили о Donald Trump. Show нас права. Бы правой в лице. Я думаю, что я делаю прекрасный работе, но я бы действительно не хотел делать это. Вы скажете, что только вы взглядели? Нет, я не говорю так. Я говорю, что я надеюсь, что кто-то придет, который может быть автором. И я думаю, что кто-то будет так популярным... Но вы не видели его? Он или она будет так популярным. Но я не вижу это сейчас. Я надеюсь, что эта человек была там. Это не вопрос, если. Это вопрос, когда.